хочу поделиться небольшим лайфхаком наверное короче я купил себе машинку шлифовальную старк но и еще купил себе профессиональный bosch такого же типа орбиталочка вот но разница тут конечно огромная самая главная проблема таких у дешевых орбиталов в том что нет тормоза то есть когда шлифуешь и подошва сама прижимается к заготовке то все нормально только ты ее отпускаешь сразу же начинает раскручиваться подошва до высоких оборотов и если потом опять ее к заготовке прислоняешь то в этом месте может достаточно как бы она тормозится получается в заготовку ну и ничего хорошего вот значит а у bosch там сделана такая юбочка которая вот как бы трется о подошву вот и не дает этим образом то есть она вращается но как бы касается этой как бы юбка притормаживает диск получается он не разгоняется когда отпускаем машинку вот но понятно что в любом случае сравнивать хрен с пальцем как бы глупо то есть у bosch все намного интереснее конечно же работать приятнее но для грубой работы мы просто как бы жалко и можно использовать такую что решил сделать точно так же то есть как бы как будто бы специально либо такой предусматривалась либо не знаю то есть такой вот пазик даже со стопором вот он я вырезал резинку такая вот резиночка вот она просто закладывается вот подошву открутил и получается на подошву наложил из фторопласта из тонкого такая вот накладка у меня их таких много блямп я не помню откуда они взялись вот ну и то есть вот так вот просверлил отверстия чтобы они были чтобы воздух засасывался из них вот тут тоже кстати немаловажный факт что у bosch вот у него в плане пылеудаления конечно много лучше даже с таким фильтриком потому что воздух засасывается исключительно вот отсюда из этих отверстий здесь получается была щель и воздух в основном засасывался из этой щели конечно же вот то есть здесь вот осталась небольшая такая вот ну вентиляционное отверстие на всякий случай но сейчас я то есть рассчитал так резинка чтобы она вот касалась но я делаю том что по подошву она тоже здесь резиновая и это определенно как бы он будет слишком сильно резина по резине будет тереться чтобы трение уменьшить я поставил такую фторопластовую блямбочку сюда вот и еще один момент тоже интересная штука я не знаю конечно такая конструкция на крепление в частности вот подшипник видно как он укрепится очень так мягко говоря странно значит вот эти вот винты все нужно сразу же вот купили новое сразу все это выкручивать разбирать брать резьбовой герметик и на резьбовой герметик засаживать вот эти вот все винты потому что они раскручиваются и она начинает работать вообще как бы ужасно то есть я их все поджимал и стало намного лучше вот это я еще не сделал сейчас я это сделаю просто сейчас вот соберу мы посмотрим что получится то есть принципе минутное дело то есть вот не заняло это минут десять наверно вот это все сделать вот и сейчас посмотрим на результат так ну уже проверил в принципе все получилось вот покажу то есть вот видно то есть не сквозное отверстие он черненькая такая как бы юбочка вот если перевернуть то есть вот она так с усилием с небольшим вот и здесь теперь получилось ровно то же самое вот но здесь усилия слегка побольше то есть тут надо просто подобрать толщину резиночки но я честно не собираюсь заморачиваться она прекрасно работает машетам машинка более мощная я думаю она просто там преработается резинка слегка будет подотрется вот и на этом все закончится то есть смысл был в том что ну теперь вот можно показать как она работает ну вот отлично ничего теперь не не разгоняется никуда вот и прекрасно шлифует поставим на двоечку на минимум ну не минимальная такая скорость небольшая не в этом поставлю на максимум ну вот как то так бош конечно работает намного тише намного мягче ну и цена как бы чутка отличается но тем не менее таким вот простым способом можно решить проблему с относительно дешевым инструментом и по крайней мере так намного удобнее а Продолжение следует...